Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии, отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Судьбы знаменитых людей, случаи из практики, удивительные истории и актуальные темы для вас каждую неделю сквозь призму древних знаний. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. В сегодняшнем моём подкасте речь пойдёт о двух одинаковых картах БАДЗИ. У меня была консультация. Консультация сначала с одной девушкой. Девушка обратилась ко мне за консультацией. Я её проконсультировала. Через какое-то время ко мне обращается девушка с точно такой же датой рождения и даже часом. То есть карты полностью идентичны, одинаковые. Конечно, до секунд время рождения мы не знаем, но час у них двухчасовка одинаковая. У нас в сутках есть 12 двухчасовок. То есть сутки делятся на 12 частей. Каждая двухчасовка относится к одному из земных ветвей, из животных китайского гороскопа. И люди, рождённые в одну двухчасовку, у них карта будет, соответственно, совпадать. То есть карты полностью одинаковые. Меня, конечно же, эта ситуация заинтересовала. Я начала их даже внешне сравнивать после консультации, чтобы понять. Ну вот две одинаковые карты, да, казалось бы. Наверное, должно быть две одинаковые судьбы. Совершенно ничего подобного. В некотором роде совпадало положение в плане родителей, в плане общения с родителями. Но у одной даже более критично эта ситуация просматривалась. То есть там были некоторые сложности в плане взаимоотношения с папой. Если же мы рассматриваем их внешние данные, то они разные. Да, они немножечко одного роста, скажем так, но они разные. Одна брюнетка, другая блондинка. Волосы не особо длинные у обеих. Вот в этом, наверное, и сходство, если мы даже внешне берём типаж. Но у них разные скулы, у них разные всё равно тип лица, разные губы. То есть они всё равно отличаются друг от друга. Я не могу сказать, что это полностью там близняшки, поскольку у них одинаковая карта. Просто это очень любопытно с точки зрения астрологии, да, внешне даже провести такой параллель. Далее, если мы рассматриваем факт каких-то возможностей, которые у нас тут по судьбе, финансовых в том числе, то у этих девушек немножечко по-разному складывалась судьба. То есть в принципе они с одним результатом пришли к своему возрасту, когда обратились ко мне за консультацией. Мне же было интересно понять в плане того, как срабатывает у людей, допустим, тоже замужество. Если в карту в период удачи встроено это, у обеих в один и тот же период приходит символ мужа, то воспользовались ли все этой возможностью и все ли вышли замуж. То есть по идее, если у нас приходит в периоде то-то, либо то-то, то всё должно совпадать. Что же произошло? То есть если я беру карту одной девушки, то в указанный год, в один и тот же год у них были шансы выйти замуж. И одной другой сделали в один год и в один месяц предложение. Обратите внимание, то есть всё это бьётся с карты. Одна ответила согласием и вышла замуж спустя год, была назначена свадьба. Другая же, у другой же брак не получился, то есть она не согласилась, она не вышла замуж, она отказала парню. Но так или иначе, то есть ситуация была в одно и то же время и в один и тот же месяц. То есть по карте, по судьбе Бог нам в одно и то же время будет давать какие-то возможности. То есть всё-таки планеты, они не случайно стали одним и тем же образом, да, и люди рождены в один и тот же день. Но тем не менее, мы сами можем так или иначе, в большей или меньшей степени принимать какое-то участие в своей судьбе. Опять же, если мы берём их карты, то мы не знаем до секунд точные секунды их рождения, поскольку там некоторые особенности всё-таки будут разными. Если секунды рождения разные, они наверняка разные, или минутки, да. Там пять минут разницы, это тоже очень существенно. Но так или иначе, во многом их судьба, их финансовое благосостояние, их, в принципе, стиль жизни, город, где они проживают. Они проживали в одном городе, хотя родом они из другого города, но они переехали в один город. То есть многие вещи очень чётко совпадали, и дата была одинаковой. Конечно же, это восхищает, это удивляет, да, это подкупает. Причём в семье также и в плане братьев-сестёр одинаковое положение. То есть, если я не ошибаюсь, у них есть по старшему брату обеих. То есть это всё чётко зеркальные карты, но всё же некоторые отличия у них наблюдались. Мне было очень интересно изучать, мне было очень интересно разбираться. То же самое касаемо карт близнецов, да. Я с этим тоже сталкиваюсь по долгу своей службы. То есть бывает, что карта, люди рождены, да, вот близнецы рождены в один час всё равно. У них одна-двухчасовка, но минутки будут разные. И так или иначе, судьбы у этих людей будут разные. Вот ко мне, когда обращаются за консультациями, тоже спрашивают. Я всем поясняю и буду пояснять. И вот сейчас хотела бы пояснить вам. Посмотрите, какая особенность. Во-первых, у нас у всех есть карта, да. Карта Бадзи. Если вы, допустим, родились со своим братом или со своей сестрой в один и тот же час, в одну и ту же двухчасовку, и у вас карты одинаковые, но карты могут срабатывать по-разному. То есть в зависимости от элементов, для кого-то огонь, допустим, может быть хорошим элементом, а для другого человека плохим. Хотя карты одинаковые. Но для каждого будет биться это индивидуально, исходя из событий жизни. Мы это проверяем по событиям жизни. То есть любой нормальный мастер Бадзи будет с вами работать, когда он будет у вас спрашивать о событиях жизни, проверять по событиям вашей судьбы жизни, по событиям всё сравнивать, анализировать и делать выводы, насколько карта той или иной структуры. И в особенности, когда мы начинаем просматривать, допустим, две сестры-близняшки, такое тоже было у меня, у них полностью карты одинаковые. Но у одной так события идут по жизни, ей полезен огонь, а другой неблагоприятен. Понимаете? То есть это всё индивидуально всё же, и мы это должны учитывать. Плюс ко всему время всё равно отличается. Есть некоторые различия. Есть различия, и элементы для каждого могут нести тот или иной характер, положительный либо отрицательный фактор. То есть это только Богу известно. Почему так? То есть для одного так, для другого по-другому. Ну, поскольку всё же это разные люди, это два разных человека, но, конечно, во многом есть совпадения. Во многом будет очень многое совпадать. Почему, кстати, замечено очень часто, что близнецы, допустим, они не могут друг... Есть такая легенда, что они не могут друг без друга жить, и очень часто они уходят из жизни примерно в одно и то же время. То есть один ушёл из жизни, через какое-то время, допустим, второй тоже уходит из жизни. И не живёт, либо там небольшая разница идёт по времени между уходом из жизни. Поскольку эти периоды по карте, они идут в раз, они идут синхронно. И, конечно же, если период начался, допустим, у одного, период начался, он, допустим, ушёл из жизни. И в эту же десятилетку у другого такой же период уйдёт, и события могут касаться его здоровья и жизни. И это коснётся и второго тоже. То есть, конечно же, это бывает, что совпадает, поскольку карта одинакова, так или иначе. Но всё равно отличия будут иметь место быть. Отличия будут иметь место быть, причём отличия очень глобальные бывают, но есть сходства, но есть отличия. Всё-таки процент того, что на нас, на всех влияют ещё высшие силы, Господь Бог, и не всё поддаётся объяснению даже по той же астрологической карте, то есть она может сработать и так, и так, этот процент существует. С вами была Дарья Высоцкая. Я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова